Мы будем начинать. Сегодня наша тема – это программа военности для ТРЦ, для торгово-развлекательных центров. Будем рассказывать о том, каким образом мы разработали данную систему, для чего она нужна и каким образом она работает. Ну что ж, поехали. Так. Зачем нужна программа военности для торговых центров? Ну, она нужна, в принципе, для одной такой важной задачи. Это для удержания и увеличения потока клиентов в торговые центры. Потому что если будет сохраняться поток или он даже будет увеличиваться, то, соответственно, арендаторы будут получать себе клиентов. И тем самым у арендаторов всегда будут деньги для того, для оплаты аренды в данном торговом центре. Ну и к тому же, если торговый центр, у торгового центра растет популярность, он становится таким очень знаковым для людей, то, соответственно, и стоимость аренды от этого может расти. И, соответственно, торговый центр начнет от этого больше зарабатывать. Идем дальше. Какие же разработанные данные программа военности, о которой мы сегодня будем говорить, решает следующие задачи? Конечно же, самые главные задачи – это сохранение и увеличение потока клиентов, которые посещает данный торговый центр. То есть, в принципе, и все в дальнейшем инструменты, о которых мы будем рассказывать, они как раз будут закрывать именно данную задачу. И к тому же, ну, понятно, что для того, чтобы это реализовывалось, необходимо закрывать задачу как бесплатной коммуникации напрямую с покупателем, отправку пушевдомления о новинках и акциях, получение отзывов о магазинах, где торговый центр может понимать, какой из магазинов, какой имеет сервис. И в дальнейшем данному магазину арендатору подсказывать и помогать ему в обслуживании клиентов. То есть, в том числе, здесь закрывается задача того, что торговый центр со своими арендаторами, они, можно сказать, садятся в одну лодку и начинают работать над одной задачей, для того, чтобы клиент, посещая торговый центр, был доволен. А для того, чтобы он был доволен, конечно же, необходимо работать в том числе и с сервисом арендаторов. Поэтому с помощью данной программы лейлисты торговый центр будет понимать, в каком из магазинов, какой сервис. И если в каком-то магазине плохой сервис, то, соответственно, с данным магазином, наверное, стоит провести какую-то определенную работу. Каким же образом это работает? То есть, первое, у нас есть приложение UDS. UDS, аудитория приложения, количество скачиваний этого приложения больше 23 миллионов. То есть, в принципе, торговому центру, в чем преимущество, то, что UDS уже обладает аудиторией, уже обладает клиентской, можно сказать, базой. И торговому центру, ну, как бы, не нужно больших усилий и вообще почти не нужно усилий для того, чтобы клиенты скачали приложение конкретного торгового центра. Потому что, если было бы отдельное приложение, то оно было бы сразу там с нулем скачиванием и необходимо было бы клиентам доносить идею, что у нас появилось приложение, что его необходимо скачать, объяснять, зачем его нужно скачать и так далее. В случае UDS это всего делать не нужно, потому что уже аудитория есть и, в принципе, люди уже знают, что такое UDS. И потому что факт этому является количество скачиваний. Уже больше 23 миллионов, и это количество скачиваний растет. И, в принципе, уже люди понимают, что такое UDS, и у многих людей он уже скачет. А тех, у кого не скачен, они, в принципе, о нем уже где-то слышали. И, попросив их скачать приложение UDS, они его, в принципе, с легкостью скачают. И карточка компании, так же, как, в принципе, и любая компания, состоящая в UDS, карточка этой компании, торгового центра, появляется в мобильном приложении UDS. Тут пока без каких-либо изменений. То есть, в принципе, все то же самое, как и при регистрации любой другой компании. То есть, если зарегистрируется, например, какая-то кофейня, ресторан, магазин одежды, появляются карточки компании, то же самое, торговый центр появляется на площадке UDS. Хорошо. Теперь, каким же образом работает начисление бонусов в торговом центре? Оно работает по механике сканирования QR-кода чека. То есть, у каждого чека, ну, например, я пришел в какой-то торговый центр. Вот, например, здесь мы назвали этот торговый центр UDS Mall. Я пришел в торговый центр UDS Mall и совершил покупку, например, в Магните. Не вообще, не принципиально, где совершил покупку. Совершил покупку в Магните. И у меня, там, купил себе мороженое. И вы можете заметить, вы можете просто, если у вас рядом под рукой сейчас какой-либо чек, то вы можете взять его в руки и вы можете заметить, что на каждом чеке есть QR-код. Этот QR-код появляется по причине того, что оплаты все сейчас, ну, мы сейчас, в частности, говорим про Российскую Федерацию. Также в Российской Федерации она происходит через онлайн-кассу. И это сегодня, там, закон 54 ФЗ о том, что на чеках у всех распечатывается QR-код. И сосканируя этот QR-код, можно понять, на какую сумму была произведена оплата, что в этом чеке есть, какие товары и где, и самое главное в нашем случае, где была совершена данная оплата. То есть этот QR-код, то есть без каких-либо дополнительных настроек, то есть на кассе, там, магнита и любого магазина, который находится в торговом центре, никакие настройки производить не нужно. Там уже сразу идет, как бы, с коробки по умолчанию то, что на чеке уже печатается QR-код, потому что такой закон. И каким образом работает? Я беру приложение, я нажимаю кнопку вот здесь на странице компании, я нажимаю кнопку сканировать QR-чека, я захожу на страницу компании DSMALL, нажимаю кнопку сканировать QR-чека и сканирую QR-код этого чека. В дальнейшем система автоматически определяет о том, что данная покупка была совершена в магазине данного торгового центра, и если это так, то происходит начисление бонусов в торгового центра. Еще раз повторюсь о том, что в данном чеке, в QR-коде зашита информация, где именно была совершена эта покупка, на каком кассовом аппарате. Поэтому, если даже есть там, ну, магнит, например, это сетевой магазин, например, есть магнит в торговом центре и есть магнит где-то на другой улице, то система все равно поймет, что магнит, была совершена покупка именно в этом магазине, магнит, который находится именно в этом торговом центре. Тем самым, сканируя QR-коды чеки, система сама определяет, покупка была совершена в этом торговом центре или нет, и если покупка была совершена в этом торговом центре, то происходит автоматическое начисление бонусов. И тем самым клиент копит свои бонусы. Понятно, что все статусы бонусов, как и в любой компании UDS, они все работают. То есть клиент накапливает бонусы, либо совершая рекомендации, либо совершая покупки на определенные суммы, он может повышать свой уровень. Ну, там, например, уровень базовый, уровень серебряный, уровень золотой и так далее. То есть все возможности бонусной системы в данном случае, они абсолютно доступны, тут как бы нет ограничений. Хорошо. На что может потратить бонусы клиент, который накопил в торговом центре бонусы? Да, в принципе, на все, что угодно, на что хочет торговый центр. То есть здесь вообще, ну, как бы, можно полностью раскрывать фантазию. Торговый центр сам придумывает подарки, на что он будет обменивать бонусы. Ну, например, можно в качестве подарков придумать какие-нибудь подписки на Иви, на Яндекс Плюс, на какие-то онлайн-сервисы. В том числе, в качестве подарков можно придумать сертификаты на скидку у арендаторов. Просто подойти к арендаторам и сказать, а готовы ли вы дать скидку какую-то для получения новых клиентов. И, в принципе, любая компания соглашается на какую-то скидку для получения новых клиентов. А тем самым, взяв этот сертификат на скидку, торговый центр может обменивать на бонусы. Либо билеты в кино, либо на игру в боулинг, там, час бесплатной боулинга. В принципе, у торгового центра, ну, куча возможностей для того, чтобы обменивать бонусы на какие-либо подарки данного торгового центра. И тем самым увеличивая лояльность своих клиентов. Что необходимо, вот здесь, хороший вопрос, я сразу буду отвечать на вопросы. Катерина написала, что необходимо установить арендатору в свою кассовую систему, чтобы ТЦ видел, что покупка была совершена у данного арендатора. Еще раз повторюсь, ничего. То есть у арендаторов технически никаких изменений делать не нужно. Арендаторы могут быть даже в этой системе вообще не в курсе. Просто клиент, совершая покупку, автоматически такой закон налоговый о том, что на чеке, вот вы можете взять любой чек, там, может быть, у вас в кармане он завалялся, взять чек и увидеть, что у каждого чека, ну, в России есть QR-код. И этого достаточно. И сканируя данный QR-код с помощью приложения UDS, происходит автоматическое население бонусов. Еще раз повторюсь, арендатору никак не нужно. Идем дальше. Конечно, все возможности UDS в данном случае, они доступны, в том числе и коммуникации с покупателем. Мы об этом уже говорили в начале. О том, что покупателям, то есть копится автоматически клиентская база. То есть клиенты сканируют QR-код чека, они копят бонусы и, соответственно, автоматически попадают в клиентскую базу торгового центра. И в дальнейшем с этой базой можно коммуницировать. И ей можно отправлять, например, пуш-оведомление, что у вас открылся в торговом центре новый магазин. О том, что у вас какой-то конкурс в торговом центре и так далее. То есть это бесплатная коммуникация с помощью пуш-оведомлений. Есть возможность такая для торгового центра. Вот здесь от Ларисы сразу отвечу на вопрос. ТЦ должен иметь приложение, я правильно понимаю. Да, он должен иметь обычную лицензию про тарифа UDS. И все. И, в принципе, этот функционал является достаточным. Об этом мы еще сейчас в конце поговорим. Сколько это все стоит и что нужно иметь. Хорошо. И, соответственно, наваживается коммуникация с клиентом. Можно получать обратную связь, с которой можно, в принципе, о том, что я говорил, идея, что можно монетизировать для торгового центра. Прийти в магазин и сказать, слушай, мы собрали очень много обратной связи. Хочешь, мы с тобой ею поделимся. И предприниматель, например, говорит, да, хочу, но вот это стоит столько-то денег. И мы тебе расскажем, покажем о том, что о тебе думают твои клиенты. Или, например, можно так монетизировать пуш-оведомления. Мы такие примеры компании знаем. У нас они есть. Они, если большая клиентская база набирается, то можно приходить к арендаторам и говорить, а хочешь, я расскажу о тебе, сделаю рекламу о твоей компании, о твоем магазине на 100-тысячную клиентскую базу. И арендаторы говорят, да, это будет стоить, например, 20 тысяч рублей. И все. И тем самым для торгового центра это дополнительный заработок на том, что у них собирается клиентская база, у них собирается обратная связь. И тем самым это, в принципе, можно тоже монетизировать. Идем дальше. Конечно же, собирается вся статистика аналитика по покупателям. То есть торговый центр получает всю информацию, там, фамилии, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, телефоны, в каком магазине была совершена покупка, сумма покупки. И, соответственно, в дальнейшем можно клиентскую базу таргетировать и отправлять уже таргетированные, ну, то есть сегментировать клиентскую базу и отправлять таргетированные пуш-оведомления. То есть в дальнейшем, в том числе, можно лучше понимать целевую аудиторию своего, целевую аудиторию торгового центра для того, чтобы правильно в дальнейшем строить маркетинговую стратегию. Ну, то есть, в принципе, все возможности, я еще раз напоминаю, все возможности лицензии UDS, они доступны. То есть это, можно сказать, обычная лицензия UDS про тарифа. Теперь, сколько же это все стоит? Это стоит, как обычная лицензия UDS. Это стоит 954 УЕ или, по-другому говоря, 76 320 рублей. УЕ – это имеется в виду просто условная единица для удобства подсчета. И абонентская плата 2400 рублей в месяц. То есть 76000 рублей покупка лицензии и 2400 рублей в месяц. Но к этой абонентской плате еще добавляется стоимость вот этого вот сервиса сканирования чеков. То есть обращение, можно сказать, к налоговой и получение информации об этом чеке, где была совершена покупка – это действительно такая платная история. Поэтому здесь необходимо отдельно еще платить за количество запросов получения этой информации. То есть мы сканируем чек, мы понимаем, если этот чек была совершена покупка именно в этом торговом центре и произошло начисление бонусов, то это происходит плюс один запрос по данному тарифу. И вот здесь получается, я думаю, что для торгового центра, в принципе, даже в том числе и большого размера, там тысяча запросов, в принципе, достаточно, мы же понимаем, что не все клиенты сразу начнут там сканировать чеки. Это будет процесс, он будет, ну, как бы нарастать в зависимости от того, как будет расти популярность вот этого механизма, популярность программы лояльности данного торгового центра. И вот здесь есть стоимость, то, что если в количество в день, количество обработанных чеков и начисленных бонусов до тысячи запросов, до тысячи количества, то, соответственно, ежемесячная абонентская плата 15 тысяч рублей за этот сервис, за сервис сканирования чеков. Если там до двух тысяч в день или в месяц 60 тысяч запросов, то, соответственно, 30 тысяч рублей в месяц. Я думаю, по этой таблице, в принципе, понятны тарифы. То есть покупка лицензии, абонентская плата 2400 – это за UDS, и отдельно оплачивается сервис по сканированию чеков. И тарифы здесь обозначены в таблице. В принципе, на этом все. Тем самым вывод является тем, что можно вывести торговый центр совершенно на новый уровень работы с клиентами, потому что это более тесная работа с клиентами. Это понимание целевой аудитории, сохранение аудитории посещения торгового центра и в том числе наращивание аудитории торгового центра, потому что все механизмы по рекомендации, накопление бонусов через рекомендацию, они также все работают. И тем самым отправка пуша на мнение, коммуникация – это является таким, можно сказать, ноу-хау для торговых центров. В принципе, у меня на этом все. Пишите, пожалуйста, вопросы в чат. Мы на это еще уделим сейчас минут 10. Пишите вопросы, если что-то осталось непонятным. Будет ли запись? Да, данного вебинара будет запись. Мы ее выложим на официальных каналах, на наших официальных телеграм-каналах и выложим на официальном канале YouTube. Так, пока вопросов нет. Все ли понятно? Во, хороший вопрос, Катерина спрашивает. Так, если у арендаторов есть UDS, то покупателю еще баллы начисляются от ТЦ. Да, покупателю еще начисляются баллы от ТЦ. Например, я прихожу в магазин, у которого самого установлен UDS. Я коплю бонусы этого магазина через демонстрацию там QR-кода, либо демонстрацию кода из приложения. И у меня печатается чек, и я этот чек сканирую с помощью приложений и еще коплю бонусы торгового центра. То есть я получаю, можно сказать, ну какой-то двойной бонус. Я получаю бонус этого магазина и еще бонус торгового центра. Если сосканирую чек. Вознаграждение партнеру будет за чеки? Нет, не будет. За этот сервис не рассматривается партнерская программа. У них нет агентских вознаграждений. Это отдельный сервис, с которым мы производим интеграцию, и у него не рассматриваются агентские вознаграждения. Это не наш сервис. Мы интегрируем с сервисом, который общается, можно сказать, с налоговой. Это мастер лицензии по функционалу? Нет, это не мастер лицензии по функционалу. Это обычная лицензия UDS про тарифа. Я еще раз напомню о том, что мастер лицензия, она, этот проект заморожен. Этот проект заморожен, потому что он не показал себя в продвижении. Поэтому сейчас мы для торгового центра разработали новый механизм. И вот этот механизм, он мы уже, в принципе, ведем переговоры, и мы видим, что он значительно интереснее и понятнее, чем мастер лицензия. И он доступнее для любого торгового центра, там 76 тысяч рублей, в принципе, доступные деньги. Вадим задает вопрос. Поясни, пожалуйста, механику сервиса сканирования чеков. Как это работает? Где клиент должен это сканировать? И как это связано с ТЦ? Напомню еще раз, механика, она описана вот на этом слайде. То есть, я вне UDS, я захожу на страницу UDS Mall, это наш торговый центр, я нажимаю кнопку «Сканировать QR-код чека». Там выходит камера, я сканирую QR-код чека, который печатается на любом чеке в данном торговом центре. При этом настраивать что-то дополнительное у ориентаторов не нужно. Я сканирую этот код, система определяет, на какую сумму была совершена покупка, система определяет, в каком месте именно была совершена покупка. Если покупка была совершена в магазине торгового центра, то, соответственно, происходит начисление ботусов. Оплата за сервис сканирования чека проходит через UDS? Нет, это будет отдельный счет. Это будет отдельный счет от той компании, которая занимается данным функционалом, который предоставляет данный сервис. Как производится оплата за сервис сканирования чеков? Она происходит через расчетный счет, оплачивается данный сервис, данная услуга. Если покупатель берет чеки из урны и сканирует их бесконечно, что в этом случае? В этом случае клиент попадет в подозрительную активность в UDS, и в дальнейшем торговый центр сам решает, что с ним делать. Если хочет, она его может заблокировать. То есть система безопасности UDS в лицензии также работает, как и в любом бизнесе. То есть если есть подозрительная активность пользователей, то есть большое количество транзакций от одного пользователя, то он попадает в определенный список, и его там, соответственно, его судьбу можно дальше определять уже. Бонусы ТЦ можно потратить только на предложение от ТЦ, а не покупки от арендаторов. Правильно понимаете? Да, Катерина, вы правильно поняли. Бонусы ТЦ. ТЦ только самоопределяет, на что можно потратить эти бонусы. Если ТЦ хочет, то она может выпустить какие-то сертификаты, договориться с арендаторами, и выпустить какие-то сертификаты на какие-то определенные скидки, на 20-30% при договоренности с арендаторами, и, соответственно, за бонусы отдавать эти сертификаты, например. Это получается просто лицензия для ТЦ в связке с чеками. Да, все правильно Раф сказал. Это просто обычная лицензия про тарифы UDS в связке с интеграцией с сервисом сканирования чеков. Можно ли применить подобное решение для бизнес-центров, учитывая, что область бизнеса у арендаторов может быть разной. Кто-то торгует, кто-то просто из офиса работает. Ну, в принципе, да, такую схему, возможно, если такой механизм применим в бизнес-центре, пожалуйста, его можно применять. Могут ли один и тот же чек сосканировать два человека, или система распознает эти действия? Конечно же, система распознает это действие. То есть, если вы возьмете один и тот же чек, но его сосканирует другой человек, или вы сами сканируете второй раз этот чек, то система просто выдаст ошибку о том, что данный чек уже использован. Хорошо, идем дальше. Как будет проходить брендирование ТФЦ, если не все предприниматели в UDS? Им и не нужно быть в UDS. То есть, не обязательно быть в UDS. В отличие вот как раз механизма мастер-лицензии, в чем здесь тоже преимущество о том, что арендаторы могут быть не подключены в UDS, и быть вообще не в курсе, что такая программа в UDS работает. Как будет происходить брендирование? Ну, как она происходит в других торговых центрах, которые сделали свое мобильное приложение? То есть, например, я был в Меге и в Казани, и там, например, они продвигают систему там мастер-карт Меги. И ничего, ну, они просто договариваются с арендаторами на тему того, что можно мы здесь разместим толпотен о программе лаянства торгового центра, потому что мы работаем над сохранением потока клиентов. Поэтому вам, как арендаторам, это тоже выгодно. Поэтому мы можем здесь наклеить какую-то наклейку, поставить какой-то толпотен, какой-то флайер, и рассказать клиентам о том, что здесь работает программа лаянства, и что нужно клиенту сделать, что ему нужно сосканировать чек, который он там получил в этом торговом центре. Ну, то есть, это задача уже по внедрению. И, в принципе, с арендаторами всегда можно на эту тему договориться. Ну, и размещать, конечно, не только у арендаторов, но и там в коридоре, ну, как это назвать, в пространстве торгового центра, там, сделать баннер, сделать роллап и так далее. Ну, то есть, рассказать о социальных сетях. То есть, все контакты, которые есть у торгового центра, возможности, он должен, ну, желательно, чтобы он рассказывал о своей программе лояльности. То есть, арендаторам нет необходимости приобретать лицензию UDS. Да, все верно, арендаторам нет необходимости приобретать лицензию UDS. UDS лицензия может приобрести просто себе торговый центр, и все это будет работать. Так, про чек я ответил. Есть презентация КППДФ для ТЦ. Есть кому отправить, если не смогут посмотреть вебинар. Мы вот эту презентацию, вот, которую я только что показываю, мы ее разместим в бэк-офисе, в разделе документы. Мы разместим сегодня, в течение, я думаю, трех часов после окончания нашего вебинара. Если чек клиента сканировал в магазине, который не находится в этом торговом центре, что в этом случае будет? Ничего не будет, конечно, система определит, что покупка была совершена не в этом ТЦ, и, соответственно, никаких начислений не будет. Я тоже про это уже говорил, что система проверяет на то, где была совершена покупка. Такое решение работает для всех, у кого большой поток. Раф, надо уточнить вопрос, я не совсем понял, каким образом большой поток, маленький поток, каким образом объем потока влияет на данную механику. Не совсем понимаю. Если UDZ захочет установить магазин отдельно себе, что тогда? Он себе просто его устанавливает, как обычно. Есть программа лояльности ТЦ, есть программа лояльности конкретного арендатора. Они между собой вообще никак не зависят. Ну, например, есть мобильное приложение программы лояльности Ашана. Этот Ашан находится в Меге, например. И у Меги есть своя программа лояльности, у Ашана есть своя программа лояльности. Они между собой никаким образом не пересекаются. Каждый из программа лояльностей выполняет какую-то свою задачу. Кто проводит интеграцию сервиса сканирования с лицензией UDS торгового центра? Интеграцию проводят специалисты UDS. То есть это мы проводим интеграцию и настройка системы. Настройка системы занимает до одного месяца. Ну, где-то в среднем один месяц. То есть, конечно же, этот процесс надо интегрировать и его настроить. Поэтому я сразу спасибо за вопрос. Хорошее напоминание о том, что настройка такой темы будет занимать где-то месяц. Можно краситься предприниматель с торговым? Наверное, кроссится. Можно ли кросситься предпринимать с торговым центром? В принципе, можно. Функционал такой же, как и в обычной лицензии UDS. Это и есть обычная лицензия UDS. Поэтому кросс в том числе и доступен для лицензии. Она такая же, как и у всех. Работа по настройке функционала сканирования платная? Нет, не платная. Она бесплатная. То есть, она, можно сказать, входит в стоимость абонентской платы. Про ту стоимость, о которой я рассказал. Вот что нужно платить только торговому центру. Здесь нету больше скрытых сумм. Здесь есть вот эти только суммы. Все. 7,6, 2400 в месяц. И, соответственно, в дальнейшем оплата сервиса по сканированию чеков. В принципе, я вижу, что больше вопросов нет. Все. Большое спасибо. Спасибо большое за участие в вебинаре в режиме онлайн. Так что скоро увидимся. Запись будет. Она будет размещена на всех наших официальных каналах. Все. Спасибо. Будем на связи. Пока. Продолжение следует.